За последние несколько лет среди интернет-пользователей возросла популярность нейросетей, сервисов, способных сгенерировать все что угодно и отвечать на любые вопросы. Одними из самых известных стали Дели, Лензе, китайская нейросетка Different Dimension Me и FaceApp. В России одним из крупнейших сервисов являются Рудели от Сбер и Балабоба, взорвавшая Рунет в прошлом году. Есть картинки, на них есть кошки и собаки. Получается, надо их различить. Соответственно, как происходит работа нейронной сети? Мы подаем на вход много фотографий и говорим, какой ответ. Прямо сразу. То есть нейронная сеть осуществляет обучение. В чем обучение заключается? Она внутри своих нейронов меняет эти числа, просто чтобы ответ вычислялся заново. То есть у нее алгоритм, как исправляться, чтобы выдавать правильный ответ. То есть там нет какой-то сложной математики. Там все достаточно просто. Важно понимать, что нейросеть — это не база данных. И уж тем более не та технология, которая способна саморазвиваться. Ее нужно именно обучать. В процессе обучения она выявляет закономерности. К примеру, цвета и очертания предметов, которые привычны человеку. Так, если мы создадим самый обычный запрос, например, «Зимние улицы Казани», получим вполне реалистичный арт. Ну а если усложнить задачу, можно создать что-то совершенно новое. Нейросети в этом плане, в принципе, расширили границы творчества. Если говорить про будущее, или даже уже настоящее, то нейросеть может выступать хорошим помощником для художников, для цифровых художников. Потому что, когда мы, например, начинаем делать иллюстрацию, мы опираемся на историю, на изображение, которое есть также в интернете, собираем аналоги и после этого начинаем свое творчество. Работы, созданные с помощью нейросети, уже ворвались в мир искусства. К примеру, в мир кинематографа. Совсем недавно в России сняли первый в мире диппэк-сериал. Проект получил название «Пэм Джейсон». Лица реальных актеров заменили образы таких голливудских звезд, как Джейсон Стейтем, Киану Ривз, Марго Робби и Роберт Паттисон. Помимо кинематографа, нейросети потихоньку начали проникать и в мир изобразительного искусства. Так, в Магаданской области были созданы онлайн-выставки. Нейроколыма объединила около 170 работ. На них изображены разные сферы жизни магаданцев. Но если нейросеть способна конкурировать с реальными специалистами, сможет ли она и вовсе их вытеснить? Я думаю, требования, в принципе, к таким профессиям возрастут. То есть нужно будет иметь немножко больше, чем могут нейросети. Нужно будет иметь, наверное, еще дополнительные какие-то навыки иметь. Я думаю, что определенные рабочие места люди потеряют гарантированно. Но сказать о том, что полностью и целиком заменят, наверное, нет. Потому что это инструмент. То есть если не будет человека, то кто будет заносить эти запросы, кто будет регулировать, решать, какая картинка взять, вот эту картинку или вот эту картинку. Все равно нужен человек, который это регулирует. В настоящий момент в открытом доступе есть огромное количество сервисов, позволяющих сгенерировать тексты, изображения, аудио-видеофайлы. Пройдет несколько лет, и они станут неотъемлемой частью жизни. И лишь спустя десятилетия можно будет сказать, хорошо это или плохо. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Фарид Захитаглы. Универ Ньюс.